мы сейчас до шули пошли погулять после обеда и пришли в парк лаго ходим изучаем тут растения местные но они абсолютно другие вообще абсолютно а во первых животные животные тут живут все дружно в одном месте бобры аисты какие-то гуси-лебеди или какие-то утки тюнингованные с желтыми носами с красными синими глаза у некоторых красненькие айтишники даже сказала а вот и дальше мы пошли смотреть на растения вот я впервые в жизни вижу баобаб по крайней мере вот мы засомневались думали может так авокадо растет нет это плоды баобаба в общем это бал бал бабки видимо бал бабки на нем висят вот и также пух вот этот который везде лежит он не тополиный он бал бабный бал бабный пух ну красота конечно красота еще тут весна все цветет вообще мы здесь живем уже две с половиной недели и вот на данный момент заключение следующее что буэнос-айрос очень зеленый очень ухоженный город где сочетаются как раз и городская инфраструктура очень удобная кстати но и море парков зелени каких-то растений интересных газончики стрижены и самое главное это все для людей то с этим всем можно пользоваться ходить гулять по траве может люди тут устраивают пикники отдыхают любуются на животных и реально когда здесь гуляешь чувствую что ты прям вот погружен в эту природу то есть ты часть природы мне прям очень заходит это все а еще ребята сегодня футбол сегодня играет сборная аргентины против сборной парагвая изначально хотел пойти на матч на стадион но билетов уже нет те что перепродают просто по бешеным ценам поэтому мы с моими новыми знакомыми идем в бар смотреть матч среди этих знакомых есть гошин друг вова плюс парень с которым случайно вообще познакомились в больничке где мы сейчас там обслуживаемся так скажем да просто в больничке познакомились вот видимо у нас уже такой возраст в общем обменялись контактами и сегодня все дружно идем смотреть футбол болеть за аргентину тут еще так классно парке устроено что мы из парка в бельграна как-то вот по паркам по паркам прошли и вышли в другой парк в палермо в очень большой красивый с водоемом опять же с животными красотища можно прям из парка в парк гулять даже на дороге не выходя а перейдя на другую сторону реки по мостику мы попали в сад роз реально прям высажены розы разные белые красные очень все пострижено так красиво уютно цивилизованно мне прям очень нравится ну в общем вот так не торопясь медленным шагом из парка в парк мы два часа погуляли назад сейчас мы все-таки поедем на автобусе 20 минут прям вот от этого парка прям до дома поэтому не будем терять времени на то чтобы еще час идти домой едем на автобусе вот как раз и едет команда возможно где-то здесь в автобусе едет месси обалдеть полчаса ждал автобус не дождался в итоге вызвал мото такси и с ветерком ели едем отличный был матч хорошо посмотрели компания подобралась нормальная такая в общем все прошло отличный вечер удался господа сидели мы значит дома никого не трогали ни о чем не мечтали ничто не планировали называется гоша кидает сообщение мол хочу сегодня приготовить какое там блюдо приходите в ну мы не против в общем мы уже подходим к нему сегодня проведем вечер с его компанией ты опять лежишь что ли это пролежки скоро появится но в итоге мы сидели на кухне болтали бошева это время готовил сделать камеру ли камамбер зажарил с травами и чесноком и еще какую-то вкусняху а пюре кому обалденно выглядеть будем пробовать ты не покупаешь что среди нас объявляется аукцион мы найдем колы даем тебя тоже 10 там свой если есть мои попадать ты на мой любой 10 раз я на твой любой 10 раз free free хорошо все договорились договорились мы в монополию решили зарубиться а я себя на ютюбе вижу вам привет да мама бабушка сейчас к нему постоянно буду попадать 5 5 в тюрьму ребят мы сегодня решили прогуляться так как выходной день у нас больше времени свободного мы решили выехать посмотреть интересные места в буэнос-айресе съездить куда-нибудь подальше от дома в общем начнем мы нашу прогулку с перекуса чтобы потом на это не отвлекаться и для перекуса мы выбрали очень интересное очень необычное очень интерьерное место смотрите сами что-то это заведение очень необычно тем что внутри ты попадаешь как будто в настоящий гараж здесь разные образцы транспорта начиная от макета титаника заканчивая вполне себе действующими какими-то раритетными болидами здесь можно действительно все потрогать посидеть и прям рассмотреть это настоящее стоящий транспорт прям можно прикоснуться к этой истории заведение называется на поле и естественно что мы попробуем здесь настоящий итальянскую пиццу тут именно итальянская кухня а еще посмотрите как выполнено какие-то скульптуры тележки повозки прямо как будто из какого-то парка вот вынесли сюда поставили о а здесь бюсты каких-то мужиков здесь наверное уже плохо видно но здесь игра настольная бокс я такую честно говоря ни разу не видел но в нее тут вроде как не играют поэтому просто как экспонат пусть стоит все а здесь старенький настольный футбол кикер я кстати говоря довольно неплохо играю в кикер но опять же здесь он как экспонаты в таком состоянии что наверное тут не разыграться слишком-то уж вообще ощущение что здесь просто собрали кучу всякого интересного хлама которые между собой не сильно связаны но как стилистика как я понял это все-таки гараж то есть мы едим в таком хорошем итальянском вираже заведение очень атмосферное и это здорово когда ты ждешь заказ ты можешь действительно погулять по этому кафе или ресторан или что это и посмотреть поглядываться в детали и просто насладиться действительно интересным интерьером вот а нам уже принесли напитки за отличный выходной вот такую пиццу нам принесли немножко не то что я ожидал увидеть но выглядит интересно будем пробовать мы вот так буквально на входе ребята тут лепят какое-то блюдо sorrentino называется я сперва подумал что это равиоли но вот он меня поправил в общем заведение действительно атмосферное интересное чек тут повыше немножко чем других местах но ребят здесь прям хорошая такое место для того чтобы действительно разок сходить посмотреть потому что вот такое такую коллекцию ну где еще увидишь и хлеба и зрелищ тебе дадут в общем заглядывайте эта часть города прям очень напоминает европу она прям невероятно европейская с этими узкими улочками бурщаткой и зданиями в колониальном стиле ну прям вообще европа европа вот 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 Ребята, мы попали в мир вареной сгущенки. Вареная сгущенка это вообще любимейшее аргентинское лакомство, тут все делают с ней, вообще все. Вот пожалуйста, и в баночках, и в коробочках, и в карамельке, и риске, и вообще все. Просто стрип не из попа. Господа, ну и вот по этой улочке, тихой узенькой, мы вышли на площадь Майя. Это центральная площадь, одна из достопримечательностей Буэнос-Айреса. В данный момент здесь какие-то коллективы поют, танцуют, выступают. Ну, в общем, кто на что гораст. А вот это, ребята, президентский дворец в красном цвете. Буэнос-Айреса Бог любит вас! Аллилуйя! Аллилуйя! Это, видимо, очередные ответвления церкви христианской, католической. Все, смотрите, зомби подбираются, подбираются. Пришла полиция, сказала, прекращайте этот цирк. Наверное, так. Бог всех любит. Ну вот, а красный — это президентский дворец. Он еще с давних времен красного цвета, и поддерживают его до сих пор в таком виде. Ну и, конечно же, почетный караул патрулирует, шагает здесь по площади Майя. Видимо, охраняет президента. В эти выходные в Байросе праздновался День культурного разнообразия. В 2001 году ЮНЕСКО приняла всеобщую декларацию о культурном разнообразии, и с тех пор можно наблюдать подобные шествия. По улицам города прошлись, а вернее пропелись и протанцевались колонны разных народов Южной Америки. Вот это масштабное мероприятие проходит на самой широкой улице Буэнос-Айресе. Вот там виден монумент, который символизирует город и печатается на всех открытках. А здесь, на самой широкой улице проходят в основном все городские мероприятия, забастовки, праздники. Я так понимаю, что и вот этот карнавал тоже не случайно здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ола, друзья! Сегодня у нас воскресенье, мы решили провести его интересно, и едем в один из самых красивых городков рядом с Буэнос-Айресом. Это район Тигра, местная Венеция. Погнали посмотрим, в чем там красота и что там можно увидеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кстати говоря, нам очень повезло, потому что всего в 5 минутах ходьбы от нашего дома есть станция, то ли метро, то ли электричка, я не знаю, как правильно это называется, но, в общем, поездатая станция, вот так вот. И прямо с нее мы можем доехать до этого Тигра за 45 минут, как пишет нам гугл-карты. Поэтому мы уже в нашем любимом Чайна Тауне, поднимаемся на перрон и вперед! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так вот с другого перрона поздравляли с днем рождения, при том всей станции. С двух перронов парня поздравляли, хлопали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 40 минут на этой электричке, и мы доехали до конечной станции Тигра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тут же возле красивого здания вокзала находится монумент, посвященный капибарам, или, как мы с нашей их называем, местные аргентинские животных, кофеварам. Ребят, все, что здесь мы видим, очень напоминает какой-то США. Вот картинка очень похожая. Не зря говорят, наверное, что Тигр похож отчасти где-то на такую красивую Америку типа Санта-Барбары. Здесь же на стороне вокзала находятся киоски по продаже билетов на речные экскурсии. Здесь же находятся и доки. То есть, посмотрели, ближайший выезд 16.45, но это через два часа мы не готовы столько ждать. Поэтому мы переходим на другую сторону и отправляемся гулять по набережной. Здесь очень много рек и каналов. Будем изучать ножками. А еще здесь клуб регаты. Прямо организованный, с лодками, я так понимаю, даже с прокатом этих байдарочек. В общем, где есть река, там свои развлекухи. Ребят, по этой стороне, где мы идем, очень много всяких кафешек, ресторанчиков. Народ сидит прямо вот за столиками на улице. Очень красиво. И чувствуется, что это место, где даже местные проводят с радостью выходной день. Потрясающее место. Вон вертолет летит, если вам видно. Закончились ресторанчики, зато начались всякие интересные штуки. Типа верфь, где чинят и строят лодочки. И какой-то музей, как мы поняли. Поехали. 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 Да, ребята, видя, как здесь развита культура пикников, я прям начинаю как-то даже импонировать этому. Мне тоже что-то захотелось вот так вот с пледом прийти в парк, поваляться, побалдеть. Вот здесь вообще все так делают. Вообще классно. То есть они не то, что выезжают куда-то за город. Все дружно едут куда-нибудь на озеро и там вокруг с палатками сидят и все. Нет, нормальная история выйти просто в выходной, в парк, взять с собой термос, взять маты и вот так вот. Мне кажется, это шикарно. А еще шикарно то, что наше лето еще все впереди. То есть сейчас только весна. И мы будем много так отвисать в парках. И я так думаю. А еще мы случайно попали на какую-то выставку, где помимо палаток с сувенирами, дамы с шикарными телами, со своими кабальерами, танцевали какие-то латиноамериканские танцы. Вот красота везде, повсюду. Люди танцуют, поют. Хорошо тут. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Ну и в конце этого островка, по которому мы сегодня гуляли, музей Тигре. Красивое очень сооружение. Кстати говоря, еще вот с такой длинной, что это? Мостик, галерея, как это называется. Напишите, кто знает. В очень красивом стиле сделано это здание. Оно прям очень хорошо так подчеркивает местный колорит и особенность этого острова. Ребят, похоже, что здесь водный транспорт используется не только как экскурсионный, но и как такси. Потому что именно здесь, на набережной, находятся вот такие будочки, где написано Ланчас такси пассеус экскурсион. В общем, и экскурсия, и такси тебе. Все в одном. Пока-пока. Такой милый пес вообще. И райончик очень красивый. Я бы назвал его частный сектор, но это очень ухоженный частный сектор. Ну правда, как будто одноэтажная Америка. Да, конечно, здесь очень много красивых домов. И все очень облагорожено. Газончики подстрижены. Все подкрашено. Все как-то вот прям хорошо. Но везде стоят решетки, к сожалению. Но такая вот здесь реальность. Решетки вообще. Решетки и заборы я что-то прям очень не люблю в последнее время. Ну, иначе никак. По крайней мере, они стараются хотя бы делать красивые решетки. Уже хорошо. Не просто сетка рабица, забор. Ну, короче говоря, очень-очень красиво. Что-то вот американское или европейское. Ну что, мы сделали большой круг по одному из островов здесь. Это всего лишь один остров был. Но мы нагулялись прям вот до упаду просто. Сейчас уже снова на этом мосту через реку. И идем на вокзал, отправляемся назад домой. Как хорошо сидеть. Устала. Норма еще не до шаганов. Еще надо 3,5 тысячи шагов. Ну, сейчас пока до дома дойдем. Плюс по квартире. Окей. Да, находились мы знак. Я тоже чуть-чуть подустал. Ребят, дорога нам вышла в 42 песо. Это, получается, в другой город съездили дешевле, чем на автобусе ездим в центр. В центр, по-моему, 59 у нас получается. Вообще, интересно. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова